Это борьба кланов. В данном случае никакой борьбы с коррупцией, конечно, не может быть, потому что коррупция является основой основ феодального системы правления, кланового системы правления. То есть, если мы посмотрим по логике развития, мы сейчас находимся как раз на родоплеменном уровне развития. Я сразу могу сказать, чтобы для себя было понимание. Никакая так называемая демократия или либерализм или, упаси Господь, какие-то вольнодумства в гражданском сознании и в системе управления, они не являются естественными. Объясню почему. Потому что для индивидуума, чтобы, скажем так, делиться полномочиями и делиться властью, для этого надо быть сильным. Почему мы сейчас находимся в родоплеменном сообществе, и это будет по-прежнему нагнетаться и увеличиваться? Ну, потому что всегда проще присоединиться к сильному вождю, который вот завалил мамонта, и ты вроде как рядом с ним, и ты вроде как сильный. Для того, чтобы сказать, что нет, мы живем не в родоплеменном обществе, а вот у нас будет миллион вождей, и на самом деле никто не вождь, а каждый занимается своим делом, для этого надо быть сильным гражданином. А поскольку у нас граждане все время становятся все слабее и слабее, то, соответственно, они стремятся к родоплеменному отношению между друг другом. Поэтому мы в этих отношениях будем еще находиться очень и очень долго, а я всегда говорю, что сильная сторона возникает только тогда, когда есть сильный гражданин. Ну, а у нас до этого еще очень и очень далеко. Для того, чтобы перейти из родоплеменного общества по какой-то там технологический уклад, мы будем наблюдать это со стороны с обочины пыльной дороги. Не более того, потому что для того, чтобы хотя бы в какой-то технический уклад пройти, для этого мы должны быть хотя бы в части индустриальной революции или индустрии. Мы не находимся, мы находимся на очень отсталой с точки зрения технологии обочине стран. Поэтому мы 13-я экономика мира. Максимум, во что мы входили, мы были, если мы не изменяем, понимаете, восьмой экономикой мира. Напомню, что Америка и Китай – это первые мировые державы, до которых нам еще, в общем-то, пахать и пахать всегда. Да. Потому что даже все экономисты говорят, что даже если все произойдут, все так называемые институциональные реформы, то к 30-му году, когда я выйду уже на пенсию, Россия будет занимать, ну, в лучшем случае, там, 2,8% мировой экономики. Сейчас мы занимаем, по-моему, то ли 1,6%, то ли 1,9%. Сейчас не помню.